О восстановлении памятника жители Верхней Злобинки мечтали много лет. Сами по копейке собирали деньги, но их не хватало. О народной инициативе узнали в почебском землячестве. Объединив усилия, его члены, районные и поселковые власти собрали необходимую для реставрации сумму. Средств хватило также на благоустройство территории вокруг мемориала. Здесь заасфальтировали дорожки, привели в порядок клумбы и ограждения. Среди наших земляков очень много неравнодушных людей к судьбе малой родины. Они не утратили связь с нею. Они продолжают любить и Россию, и свою малую родину, и свою Брянщину. На стеле обелиска более 200 имен воинов, погибших в этих местах. В их числе и родственник главы почебского района. В Нижней Злобинки до войны проживала моя тетя с мужем Боровиковым Михаилом Митрофановичем. Он ушел в июле на войну 41-го и не вернулся, как сгинул, как говорится. Но, тем не менее, следы установлены, и сегодня его фамилия выбита на доске. Любовь Крохина тоже пришла поклониться мемориалу. Во время войны маленькой девочкой она оказалась в концлагере под почепом. Став взрослой, всю жизнь проработала учителем начальных классов в местной школе. Здесь вот список и здесь написан даже мой дядя-летчик Крохин Федор Михайлович погиб во время Великой Отечественной войны. Мы долго не знали. Считалось, что он без вести пропавший. А потом мой старший брат стал искать. Вот и нашли, что он погиб. Почти у каждого из пришедших на открытие нового памятника в войне против фашистов сражались отцы, близкие и родственники. У Валентина Капустина отец прошел всю войну, а родной дядя не вернулся с фронта, погиб в Польше. Есть письма от его командира о том, что это был отважный, добросовестный воин. Но случилось так, что был ранен и умер в госпитале Польши. О могиле мы и место захоронения примерно знаем. Точного захоронения пока неизвестно где. Как дань памяти своим родным и односельчанам, не вернувшимся с войны, члены почебского землячества восстанавливают мемориалы на малой родине. Это табелиск пятый за минувшие пять лет. Будет уголок для памяти, кто жив и кто умер, чтобы был всегда мир на земле, в том числе на моей малой родине. Члены землячества попросили местных жителей поддерживать чистоту и порядок на этом святом месте. А еще, чтобы почаще приводили сюда своих детей и внуков. Рассказывали им о тяжелейших годах, которые пережили их предки-победители. А тебя забрала война, от меня увела она. Я кричу ей вдогонку охрипшая, режет волос мой небо остывшее. Я кричу ей, верни живого, мне солдата верни родного. Александра Седачева, Владимир Шалободов. События. Почебский район.